Более 60 часов прямого эфира, 30 городов и порядка 1300 чтецов. Таков размах проекта «Война и мир. Читаем роман». Масштабная акция – это финал года литературы, каким был объявлен текущий 2015-й. Суть проекта, каждый из чтецов в прямом эфире представляет отдельный фрагмент романа. Таким образом, четыре тома эпопеи будут прочитаны за четыре дня прямого эфира. Среди участников проекта, как известные люди, актеры, телеведущие, спортсмены, политические деятели, так и обычные россияне – представители разных профессий. Роман читали из разных городов России – от Москвы до Владивостока, а также из зарубежных стран и даже из космоса. Я открыл книгу, и в книге этой… Все перемещается и движется… Из космоса… Из студии… Из дальних уголков… Из самых разных городов и стран… В ту же минуту из противоположной опушки… Звучат строки известного произведения. Его идеал – величие, слава… Деятели культуры… Было ли это любопытство, преды… Искусство… Ах, как я тебе рад. Места для чтения были оборудованы на самых узнаваемых площадках. Сочи тоже принял участие в проекте. Съемки проходили в знаковых местах курорта – морпорт, Олимпийский парк. В кадре можно было увидеть и Красную поляну. Там роман читала известная сочинская телеведущая Алла Журавлева. Она представила отрывок из второго тома «Войны и мира». То, что касается проектов, это, конечно, замечательная идея. Кому пришла в голову, потому что страна слушает Толстого. Я думаю, давно такого не было. И хорошо, что читают все. И профессионалы, и просто население. Поэтому, ну, можно судить, что-то лучше, что-то хуже. Но, в принципе, то, что мы слышим Толстого, и буквально каждый последовательно читает один за другим – это очень здорово. Участвовать в таком масштабном проекте очень почетно, отметила заслуженная артистка России. Ведь акция объединила разных людей, разного возраста и профессии. Кстати, это не первый подобный проект. Таким же образом разные люди из разных точек нашей страны уже читали Бунина и Чехова, доказывая, что любовь к литературе способна объединить весь мир.